друзья очень хочется выразить слова благодарности нашей группе в отцапе а конкретно константину илюхи ребята профессионалы в этом деле по поводу дистилляции и вообще все что связано с зерном вот ребята огромное вам спасибо также всем ребятам из ватсапа с нашей группы вы просто будете в шоке когда посмотрите ролик там дурдом творился всей группы сообща решали мои проблемы тут с этим перегоном неважно в общем также огромное спасибо максу это мой подписчик который откликнулся когда-то в комментарии мы с ним подружились поменялись телефонами переписываемся в контакте тоже работает на тарелках тоже от него ценные консультации информация общем ребят всем извините кого забыл всем кто помог вот помогает не только помог и помогает в данный момент там советом или чё ребят вам большой респект благодарность бескрайние вот здоровье вам во все органы там как говорится всего 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 ни хвостов ни голов и да ребят чуть не забыл самая самая большая благодарность это моей супруге она же лена она же зоя она терпит все мои вот эти ютуберные поползновения терпит траты на мое хобби меня дурака терпит и хоть и не выпивает но все равно за меня она рада и за это ей иглу огромная благодарность живи долго родная поддерживай меня во всем спасибо тебе ребят ну а теперь точно погнали смотреть ролик друзья всем привет с вами снова серёга ну сегодня как вы поняли у нас дробная на колпачках вот как я говорил выйдет почти целая ну не хватает вот трех сантиметров как раз трех литров которые мы не добрали в каждую бутылку там по пол литра где-то литр не важно в общем я раз и расхреначил ореометр померить спиртуозность не нечем это вот вчера когда гнала сырец поэтому берем рефрактор и 19 чё собираю колонну раз покажу в каком виде она будет все объясню расскажу погнали и так ребят собрал я свой пепелац шлангов конечно много получилось давайте объясню так вот этот у нас идет на дефлегматор это отдельный отбор будет регулировать здесь открутим на все регулировать буду вот действует то есть больше меньше заметьте хомутов нету не срывает и струйка то не очень а вот перебор все дело в том что не знаю видео уже вы вышло или только выйдет я поставил редуктор давления давление вот сейчас этот регулируем на 1 и 2 барреля то есть больше нет меньше я могу вот сделать регулировкой вот шланг легко пережимается в видео это я все об этом говорю или говорил то есть я не знаю какой ролик выйдет раньше это было сделано специально для дефлегматора тонкая регулировка помните как прошлый раз немножко мне он мозги канифоли с этим разобрались то есть вот он шланг вход все на быстро съемок и выход быстросъем на всякий случай ну где-то может другом месте применять буду посадил на хомутики прям в пазику быстросъем там есть вот здесь без хомута все выход на этом термометре смотрим температуру на дефе второй заход воды можно было конечно тройник сюда поставить но это будет уже после редуктора поэтому когда на холодильник открываешь будешь открывать давление будет меняться дефлегматоры мне это не надо дефлегматор отдельно остальное все отдельно поэтому на до охладитель и холодильник я не знаю если по пару получится сейчас все сработает то буду только по пару отбирать до охладители возможно не пригодится до охладитель стоит в него заход с него выход тоже все на быстросъемах сейчас секунду все на быстросъемах вот он заходит вот сюда вот холодильничек выходит с холодильника и идет на вторую камеру в той второй термометр . мой великолепный красавчик просто он огонь ребят вот этот здесь разгон идет 3 киловатта 350 плюс полторашний тен тоже воткнут короче четыре с половиной киловатта грубо говоря разогрев при этом стекло запотело маленько температура в кубе уже 55 будильник стоит на 85 теперь по узлу отбора в тик токи у меня есть ролик ну хорошо после вот этого видео в конце вставлю вот именно про него не знаю как он работает поэтому ничего пока говорить про него не буду будет он работать не будет видите вот сверху тарелка снизу валена как сделать еще секунду снизу вот такие вот шипы поэтому поставил два диоптера но вот это узел отбора просто его заткнул у меня нет ведь заглушку заглушил у меня нет второго какого второго диоптера но есть большой большой нафиг не надо поэтому вот в качестве чтобы видеть захлебывается вот здесь тарелка не захлебывается но здесь соответственно посмотреть как будет орошение будет ли вообще здесь не на быстросъеме просто дел на медную трубку ну а дальше видите все сами все тут вроде по уму теперь у меня стоит узел отбора хвостов не будем показывать пальцем кто его сделал моя старая бутылочка который я отбирал еще на двухдюймовый колонии ну и все в принципе вроде все рассказал если узел работать нормально то есть пропускная способность он не захлебнется ничего эти оба диоптера просто выкидываю все как бы так все ждем разогрева ребят ну а пока идет разогрев предлагаю вам переместиться на стол надо адрес спрятать а то приедете в гости в общем ребят у меня сегодня у нас 20 какой 4 25 не помню сегодня 25 февраля 12 25 кстати время запомнить перегона и я получил нас дайте посылку посылку от друга и подписчика и просто предлагаю вам вместе со мной ее распаковать я еще не вскрывал берег до дома то есть он скотч это вот как он был первый раз заклеен до мой спайдер к посмотрим что серега там прислал другом ну ты даешь жандирские бейсболки серый спасибо большое очень приятно у меня 28 день рождения жандир жандир тут для детей он для мелкой жандир с сеточкой жандир вот такой вот серый балуешь балую рубашка даже рубашку я мерить не буду ну а чё сгодится тоже жандир ну такая летняя чистая не под костюм а потом даже она с коробким рукавом ладно очередной ремешок от жандира жандир бренд серый это уже какой по счету офигеть жандир русские ручки вот это вообще цинус офигеть прям прям с барского плеча тоже жандир жандир какой-то ножик серый знает что я люблю ножи офигеть это же жандир вы видели это люк сталевские эти хомуты один у меня нет чик блин прикольно даже лезвие не шатается офигенно офигенно литтерман и он мне фотографии тогда показывал хвастался серый вот это вообще прям мечта ахаха и были ребят это космос смотрите какая красота джон дир это наверное сделано совместно с этими с литтерманами офигеть ребят я наверное самый счастливый человек биты как-то тут наверное все это меняется ведь я разберусь карабинчик крутяк вообще крутяк есть тоже какая-то штучка а вот подбиты как раз как раз это чтобы их менять вернее запасные получается обалденный серега вот это просто круто для крестовых отверточки 2 2 плюсика и 2 минусика обалдеть что тут еще о ножик кусачки все дела тут блин круто дан настоящий литтерман офигенно серега спасибо тебе большое друг приезжай в гости овощи огонь смотрите на это я не знаю сколько это все стоит ну блин и вот такой брелочек в завершении вот такой брелок тоже жандировский блатной круто серый от души прям вот обнял поднял заплакал серёк спасибо большое круто ребзя ну вот будильник запищал пока заглушен она там можно сразу на 95 поставить 95 что у нас происходит вот это в баке 95 чтобы вы понимали первый этажик уже потихонечку дикая флегма но я так понимаю это все головные фракции легкие кипящие хотя нет при такой температуре уже и спиртовые спиртовая фракции тоже начинает испаряться мы что с вами открываем дефлегматор открываем пошибши чтобы полностью перекрыть сейчас этот какого проход даже легких спиртовых фракций через дефлегматор и он холодный а ну вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот волшебство так все разгон выбрасываем 2 и 1 узел отбора заработал так смотрим на температуру в этом в повороте здесь она не должна у нас повышаться ну до какого-то определенного момента она будет понятно чуть поднимется ну вот 43 243 42 все и пошла вниз давайте вот эти отключим чтобы они нам глаза не мозоли градусников у нас здесь с вами сегодня немного 2 100 и полтора то есть три с половиной киловатта ребят но температуру в баке 89 29 чуть убавил я вот температуру воды 43 то есть дефлегматора вверх низ холодный вверх чуть теплый так колонна вот сейчас начала работать на себя барботаж пошел барботирует вроде ровно тут тоже все будет так это у нас получается 333 киловатта чуть убавил потому что не знаю в общем не нравится мне то что у меня второшный тен отдельно стоит все-таки температурой воды прыгает давление вроде я сейчас выровнял такое чувство что мощность скачет то есть не полтора киловатта то чуть больше что чуть меньше и вот из-за этого вот эти вот прыжки возможно колонна еще просто не стабилизировалась еще надо ей на себя поработать немножко отобрать попробовать узел вроде справляется это мне тоже интересно было вот да справляется пока все идет по плану то есть ничего страшного ничего сверхъестественного здесь потихонечку растет либо воды добавить да не только такая температура 33 не критичны ждем минут 20 у меня по калькулятору получается 10 литров 9 89 спирта короче голов надо отобрать один литр будем пробовать отбирать по пару не знаю как у меня это получится не получится вот но будем надеяться то что сейчас с этим давлением кран на все открыто то есть регулирую вот этим сказал да что у меня редуктор сейчас стоит все пускай работает пойду попью чайку там все видно будет так все прикольно узел посередине тоже льет но еще и по стенкам фигачит ну здесь это не принципиально здесь нет насадки вернее она есть но здесь насадка не для укрепления и разделения здесь она скорее для соприкосновения меди с парами вот и все ну что друзья идет у меня отбор голов вот такими вот каплями нормально все капает температуру в баке также 89 а первые 100 грамм накапали 100 миллилитров померил спиртуозность ну будем считать что 93 потому что 19 градусов о ребят температура на выходе воды у меня ну практически стабильная 52 вот и с половиной что-то вот такой вот чуть колеблется но температура вот здесь в повороте я уже поворот и суда оставил и переставлял короче станции с бубнами посмотрите что творится 77 с половиной я раз 75 скакнет 76 75 и 3 я не знаю с чем это связано я переставил оба тена сейчас оба тена у меня пашут оба тена работают от рмки то есть я думаю вполне возможно скачет этот из соседней квартиры который у меня он из стены выходит я думал он пляшет без рмки поэтому температура скачет потом думаю может этот у меня чё повредился достал второй из царги вот я их вынул у меня царга то есть их вынул оба вот он валяется нифига сейчас засовываю вот этот вот ну думаете то сроду не скакали то есть думаю может приборную накрылся достаю достаю вставляю этот прям один в один та же самая история 75 77 он 74 думаю ну господи вот этот вот вынул один тоже поставил ничего не меняется самое главное что скорость капли падения всегда одинаковая то есть вот она как капает с одной скоростью так и капает то есть ничто не меняется она нормально капает температура воды практически но на уровне держится такое чувство что просто каким-то рывками что плевками он идет болен я не я не понимаю что происходит вот 77 77 175 74 то есть как-то вообще некорректно ничего показывать повторю скорость отбора скорость отбора одна и та же то есть ничего не меняется вполне возможно когда я включу отбор пар пойдет равномерно и все ну все замрет одном месте и все будет хорошо дальше колпачки работают внизу какой-то бронзовый стал или серебристые эти нормально все вот в общем такие вот пироги отбор быстрыми капли можно даже еще чуть добавить могу сказать что редуктор в принципе ну работает он скачков как тогда было ну практически нет вот от 52 до 53 скачет и вода ну я думаю градус здесь конечно может решает на таком маленьком дефлегматоре может быть и решает но не знаю посмотрим пока все нравится запах запах вонючий такой он и не резкий ну и вернее и резкий и приятный в общем чу еду пока дальше будем смотреть по жидкости пока не хочу ничего отбирать хотя шланг уже приделал провод провод вот этот у меня гостовский четыре по два с половиной блин три с половиной киловатта три четыреста пятьдесят даже на ней 3 430 вот здесь пятерка гуляет ну это прибор китайский я думаю что и рамка врать не будет вот сейчас стоит стоит мощность я ее перенастроил поставил настройках уже не как раньше у меня 3 киловаттный тен был поставил четыре с половиной вот сейчас он корректно показывает то что 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 идет туда здесь может скакать потому что здесь запитаны еще и кулеры кулеры он работает крутится в общем не знаю пока вот так и отбираем в общем ребят я перри перепробовал все чтобы понять как вот это вот работает скачет температуру и все в группе ватсапе уже все передумали все перепробовали то есть я менял дефлегма дефлегматор ставил нержавеющий менял местами порты то есть и с той стороны с этой нифига все равно она скачет вот хоть ты усрись и на этой стороне она скачет там 72 76 на этой стороне 50 до 52 там 49 вот сейчас 52 53 54 55 в общем и важно здесь температура в принципе у меня стабильная вот не знаю чё главное капает она не смотрю я на эту и все литр у меня по отбору пацаны правильно сказали серёг сделай вот так вот раз все а уже на отборе включу поток пара будет постоянно сейчас ну непонятно что тут происходит вот осталось отобрать сейчас 700 миллилитров но 300 там понюхаем понюхаем что будет вот так вот температура в баке как было 89 так правильно что тут даже литр не отобрав и высыпал вот это было предположение что что из-за нее в царге снял диоптер ну я его я вам сказал использовал как диоптер чтобы смотреть вот на медный узел отбора его снял вален ничего не ничего не изменилось с узла самого узла снял вот эту чашку зонтик зонтик тоже думали что может что-то какой-то мелкий под захлебек нет в общем у часу вот выключил и все нормально работает головы главное ровно капают нету такого что перебегает из струи в капли то есть капают с нормальным постоянством вот и все про это вроде вам говорил да что я так и сяк сейчас опять сделал полтора отдельно два отдельно проводу вот это сильно греется получается когда три с половиной киловатта сейчас нормальный вообще даже не тёплый 2 киловатт их ну что друзья вот у меня литр мой отобрался пахнет прям чистым спиртом даже намек нет нет вот сейчас спирт испаряется и появляется какой-то постепенно запах но не сказать что это прям что-то похожее на кукурузу на какой-то приятный запашок есть в общем ребят у меня по-прежнему здесь все прыгает я только что включил сидел с выключенным нафиг он не нужен вот идет без запаха наверно потому что просто очищается хорошо сейчас мы с вами в рубим отбор нормальный чтобы спиртуозность было кстати здесь спиртуозность можно померить надо или не хватит высоты не хватает от стоит на дне сейчас померяем в общем что я сейчас делаю меняю колпак на попугай на свой блатной узел отбора по жидкости трогать вообще не будем пока не будем посмотрим что там и смотрите что заметил 89 попробовал включить отбор хвостов но несколько капель она даже запотела чуть несколько капель капнул на руку вонизма стоит я не знаю неужели вот здесь вот сейчас вот хвосты что интересно тогда вот здесь вот здесь вот ну на четвертом этаже понятно там наверное что-то но спирта то 10 литров уже но уже 9 грубо говоря очень непонятно мне эта ситуация может кто-нибудь пояснит в комментариях опять же я учусь вместе с вами друзья вот тут у нас все нормально все кипит бурлит меняю попугай вернее меняю колпак от извините на попугай бросаю в него спиртометр и делаем отбор чтобы был у нас 90 89 неважно мне сказали какой отбор попробую так вернее какая скорость отбора будет делай чтобы у тебя было 89 90 тогда будет и аромат и это давайте так и сделаем попробуем здесь у нас по-прежнему ну в районе 51 то есть редуктор работает нормально не подводил капли как бежали так и бежат бегут с такой скоростью так вот это скачет параша ставлю термометр суда показывает 76 суда 56 вот сейчас что-то поднялась может как раз легкие спирты то уже все кончаются и пошел спиртик то потяжельше поэтому температура изменилась опять же может кто-то меня в комментариях чему-нибудь научит ну чистый голов вообще запаха голов вообще не чувствую тем не менее давайте знаете как сделаем я отберу сначала литровую баночку или даже 2 у нас тело получилось там 8 литров 3 литра 3 трешку отбираем чтобы понюхать потом чтобы не запоганить весь этот а потом в пятерку вот так вот и сделаем градусов на 90 включу по капельно хотя уже можно нам включать я боюсь просто потерь спирта поехали менять колпак итак друзья начал я отбор 23 ну примерно 20 температура будет там 100 он сейчас начал медленно медленно все медленнее вернее медленнее переключает цифрки 21 спиртуозность 91 градус но это поверх нет 91 мне столько не надо скорость отбора вот такая вот струйка переходящие в капли мы открываем еще еще вернее наоборот подтягиваем еще чуть-чуть делаем отбор еще сильнее здесь была температуру так 68 сейчас она еще поднимется а до дефлегматоре походу начинает булькать 69 потому что идет видите струя неравномерно пары пары как ни странно этот замер 78 7 стройка побежала пободрее здесь паразитный объем в попугай так что здесь надо будет еще подождать когда изменится спиртуозность так а давайте я сейчас замеряю скорость сколько это будет вот пробирочку я уже поставил 50 миллилитровый сейчас посмотрим вот так то то двину так замерился скорость 375 здесь у нас ну вот сейчас как раз 89 слишком большая скорость даже вон этот немножко подскочил давайте чуть-чуть приоткроем прям трошечки вот так вот вот приоткроем так запомним 72 было сейчас струйка должна по уменьшиться барботаж все отлично с барботажем барботирует вот нижняя колонна меня смущает ребята такое чувство что действительно может там хвосты без понятия фляга еще полна но узелок льет я снял с него тарелку правда но бог с ним смотрим смотрим чего тут будет у нас надо вот поверху по водички сделать струйка такая нехилая кстати 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 понюхать понюхать надо а ребята вот здесь тоже тут ароматик друзья в общем еще раз замерил скорость сейчас сделалось поменьше на 200 миллилитров стало 3460 вроде температура стоит как вкопанная это меня радует прям вот здесь 78 здесь 78 здесь 78 и 8 прикольно спиртуозность ну если смотреть поэтому по верхнему срезу 90 все равно нету вот будем считать что 79 чуть-чуть подубавил сейчас охлаждение разное о 25 и здесь 20 почти 20 там 19 7 что-то такое вот будем считать что вот это вот оптимальное видео у вас там оставлю я его по-любому выложу вот оставлю себе хотел сказать как памятку сколько у меня чего было в общем здесь 70 здесь 20 блин поток такой нехилый 20 градусов на охлаждение на охладители вот ну на это смотреть не надо тут вентилятор включился здесь зависимости от атмосферного давления она может меняться температуры то есть это не показатель показатель то что она именно стоит на месте никуда не дергается блин номер мерцает мир мурцовка 78 8 как вкопанный вот видно вам не видно как она капает я думаю что вот это нормально так какая будет здесь давайте еще разок все проконтроле 78 8 спиртуозность 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 у нас не упала никуда не поднялась никуда 89 все нормально можно конечно еще подужать я боюсь аромат потеряется ароматик здесь фу блин после хвостов пальцы то палец то после хвостов вот мизинец не после хвостов пахнет довольно таки вкусно 76 в общем две десятки вот здесь только боюсь ну вода конечно горячие здесь 20 по-прежнему все пускай льется ну что друзья трехлитровую баночку меня уже отобралась кстати она не такого прозрачного цвета как сахарка смотрите какая красота эх лепота температура 78 8 короче все по-прежнему здесь вот 7 можно даже чуть-чуть приоткрыть все-таки уже 3 литра отобрали пускай она упадет там будет 78 и 7 такая вот струйка все пока идет прям классно если учесть что я сегодня напрыгался с ней часов 5 наверно мучился все переставлял в итоге оказалось что это просто головы на маленькой скорости отбор но голову по капельной я не знаю чем это связано ребят и в группе пацаны тоже никак не поймут вот ну все рады что у меня и батарейка садится все рады что у меня все нормализовалась вот потому что всем сообществом решали мою проблему так и не решили ее мощность тоже в общем ждем дальше смотрим друзья все нормально потихонечку все идет уже два с половиной набралось и пять с половиной так как отвлекаюсь тут свои дела какой какие делаю кино смотрю смотрите чё сделал сначала у меня фен был пределом потом нашел вот эту китайскую свою штуку у меня такая же в коробке стоит смотрите при залете воткнули вместо клапана этого как он называется электромагнитного то на в том и так как суда автоматику не поставишь не приделаешь вот сигнализатор при залете на 2 но сейчас убавим на 670 86 как будто на 2 она залетела в общем как-то так сразу поворачиваешься и смотришь на температуру ребят так как случилось уже несколько залетов он ведь 78 9 я регулирую тут ведь уже послабже то есть температуру приходится крутить 78 9 сейчас все одна десятка и опять залет температура в кубе 94 отобрал я уже 6 литров 6 3 и 3 6 запах нормальный еще да запах хороший думаю надо маленько отобрать поэтому по жидкости не маленько дальше надо отбирать по жидкости открыл холодную воду сразу 63 62 61 сейчас прекратит капать 6 литров вот нижний этаж потихонечку уже вон запотевать начинает хвосты включил чуть посильнее пару капель в секунду даже может чуть быстрее вот сейчас беру отдельную емкость отдельную емкость и начинаю отбирать по жидкости наверное это будет уже до суха не буду ставить клапан электромагнитный нафиг а его тут и не некуда запитать у меня же нету никакого порта ни в царге нигде ориентируясь на органолептику буду отбирать поэтому по жидкости итак друзья скорость отбора у меня два с половиной почти там два четыреста с чем-то температура вот 17,8 отобрал я для пробы ну-ка развернись-ка вот так вот стекляшечкой да где шоколад 89 ну с поправками 89 там с половиной наверное будет что-нибудь такое ну то есть до 90 так колонна колонна норма нижний этаж запотел хвосты 5 литровая бутылка хвосты уже грамм 700 думаю 600 то точно по бутылке вот здесь полу было там ну вот так что узел рабочий вполне не с попугая слил все говорят надо было внизу это делать ты зачем отвернул кламп перелил в банку все друзья ну вот наверное и все хорош что жадничать выключаем все это дело набралось у меня 2 литра 2 литра ой остатков не пахнет еще ничего ну блин боюсь боюсь что-нибудь зацепить испортить вот выключаем полторашечку все давайте сейчас за стол так как сразу остановилась сейчас начнет сливаться и почти литр хвостов у меня набрызгала итак ребят давайте подведем итоги такие небольшие подсчеты смотрите у нас в итоге что было у нас было 55 грубо говоря литров спирта сырца крепостью 19 градусов крепость на выходе такая-то такая-то в общем неважно какая сколько голов сколько хвостов общий объем спирта у нас ну абсолютно ну да получается 10 10 400 ой да 10 450 вот голову мы отобрали литр 8 и 8 должны были тело отобрать ну отобрали чуть поменьше получается ну ничего страшного мы мы себя подстраховали чтобы лишних запахов не было по выходу по выходу получается 10 10 500 ну да 10 половины литров грубо разделить на 30 килограмм сырья 30 у меня было получается 350 миллилитров на килограмм ой да 350 миллилитров 340 ли 350 наверное да неважно ну три с половиной 350 миллилитров на килограмм сырья но не будем забывать что у нас кроме кукурузы было было зерно солод да солода выход вы помните какой у меня получился вообще мизерный солода была одна одна пятая часть из 30 килограмм 6 килограмм солода одна пятая часть ну вот и смотрите что получается в принципе свое я взял можно было еще гнать ну просто ну смысл я не вижу собирать вонючку эту или потом еще раз ну кольцевать и перегонять не хочу и так времени было затрачено много танцев с бубнами опять же было много очень долгий процесс получился особенно вот первая перегонка вторая это только вот скажи с этим с температурой непонятно непонятки были ну в итоге просто надо было выключить термометр и все головы отобрались и потом вы сами видели что тело отбиралась вообще прекрасно без танцев без всяких без эксцессов вот по пару у нас получилось головы в сторону да головы пойдут куда-нибудь не знаю они они кстати не такие как на сахаре не такие прям вот ядрено ацетонные нет они такие ну и сдержанные можно попробовать их перегнать второй раз ну вместе с с моими подголовьями вот ароматное тело я не скажу что оно супер ароматное ну и это вы должны понимать колпачки это не шлем это не конуса это не мкс не шары не прямоток то есть ну понимаете о чем я тут ставка сделана больше на употребление вот в таком виде то есть разбавление употребления может быть настойки может но оно все равно пахнет это не просто голимый спирт как сахарный тем более спиртуозность вы все видели в ролике 89 пахнет ну ребят ну я не скажу супер пахнет здорово вот чему я тоже рад кукуруза по жидкости немножко уступает по запаху вот этому тем не менее я ее отобрал еще разок понюхаю все равно пахнет классно вот ребят получилось то что получилось по потерям ну немножко да опять потеряли можно было догнать говорю ну вот эти там пол литра у меня куда то потерялись можно было догнать потому что запотел только всего один этаж нижний то есть спирт еще было вдоволь но тем не менее прекратил отбор так как ну понюхав там все таки вот сюда уже лилось такое знаете далекий далекий отголосок хвостика сейчас вот его не чувствуется потому что он смешался с общим объемом пахнет я говорю прикольно что то что это вот это по ядреней немножко пахнет в смысле по ядреней по ароматнее вот запах ни зерна ни кукурузы что-то приятное ребят из меня еще просто не ухач такой ну знаете как говорится не туда не в красную армию вот по потерям еще у меня ориометр ну это бог с ним в попугая я его просто снес это на первом перегоне было пользовался рефрактометром я не люблю рефрактометр но тем не менее пришлось пользоваться вот ну как бы и все тут долго базарить не о чем вот ребят выводы выводы какие мне понравилось долго да муторно да но какое-то разнообразие вот все сахарка сахарка есть много чем заняться поле экспериментов вообще громадное просто громадное то есть можно пробовать да это затраты денег ну для любимого хобби не жалко знаете я раньше на рыбалку тратил и больше чем на самогон то есть моторы лодки вот спиннинги были по 20000 ну они и сейчас они и сейчас есть правда не по 20 там по 10-15 но тем не менее вот катухи по пятнашечки это хобби меня затянуло не меньше чем рыбалка кстати наверное даже больше потому что рыбалку я сейчас в данный момент забросил короче ребят наболтал очень много очень много очень долгий ролик получится кто дослушал вот это вот кто дошел до этого момента до этого обсуждения тем огромная благодарность лайки вам в карму ребят ну на этом наверное и заканчиваю спасибо всем кто был со мной кто поддерживает кто подсказывает ставьте лайки дизлайки подписывайтесь на канал ну это как всегда коронная замыленная фраза такая все ребят с вами был Серега пока спасибо и заходи если что и за лайк и за подписку спасибо